Это не редкость в наши дни, но все равно воспринимается как некое чудо. 1 мая Елене Андреевне Шепелевой исполняется 100 лет. В Иваново она приехала, когда ей было 15. И за эти долгие годы стала полноправной Ивановкой. Войну встретилась здесь, в Текстильном крае. Войну поработали по 12 часов. Войну. Помню так чего. Вот. Мы, конечно, не годовали и жили. Вот. По 12 часов не выходя работали в столовой. Войну. Вот так уж на ТОС ездила. На ТОС посылали. На КОС посылали. Ездили в войну. В 44 года Елена Андреевна проработала в столовой меланжевого комбината. Сейчас она уже редко выходит из дома. Но до сих пор все готовит исключительно сама. 100 лет жизни не обошлись без потрясений. Совсем молодыми в 22 и 24 года ушли из жизни сыновья. Рано умер муж. Из близких остались сынаха и внучка. А теперь еще правнуки и правнучки. Она мне уже даже, ну так, может, нельзя говорить, уже ближе матери стала. У нас вообще ее называют, что церковь, что наши родственники уже как святой называют. Мужик поперек, конечно, язык не повернет. И вроде бы для красного словца жизнь Елены Андреевны можно метафорично назвать 100 лет одиночества. Но это не так. Наша героиня убеждена. Вековой путь ей подарила вера. Надо в Бога верить. Бога молить. Я по ночам страдаю и молюсь. Узнать какие-то практические секреты долголетия так и не получилось. Просто потому, что их нет. Разве что вера в Бога, в добро, в человечность. Главное, чтобы это было искренне и всем сердцем. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.